Прятки, ляпы, догонялки, салки, казаки-разбойники, городки, майнкрафт, гта-пять, мы постоянно в футбол рубились, двор проходишь родной, вспоминаешь вот эту ностальгия по детству. Привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в новый выпуск Изи Рашн. Знаете, что вот такой вот ножик в моем детстве практически каждый ребенок брал с собой на улицу, когда шел гулять. Но нет, не думайте, это не потому, что были суровые 90-е, и надо было защищаться и устраивать поножовщины. Нет, все дело в том, что мы играли в дворовую игру ножички. Сейчас покажу. Рисуется какая-нибудь фигура, например, кружок. Обсуждаются условия, по которым надо особым образом в этот кружок бросить нож. Например, бросать за ручку или за лезвие. Итак, вот о таких и других странных предметах, например, как связаны резинки от трусов, казаки и разбойники, вы сможете узнать из нашего нового уличного интервью на улицах Екатеринбурга. Итак, давайте узнаем, в какие игры играют люди. Вспомните, пожалуйста, в какие игры вы играли в детстве? Ну, в детстве у меня во дворе такая была обсердофутбольная площадка. Мы постоянно в футбол рубились. Прятки, ляпы, войнушка. Догонялки. Прятки. Прятки, догонялки. Я вот во дворе, когда мы ребятами собирались, мы постоянно играли в прятки, в догонялки. Самые базовые игры, которые по сей день дети во дворах играют. Мы в прятках прятались, пытались найти, в ляпках ляпали. Догонялки и в московские прятки, наверное. А московские прятки чем отличались от немосковских? А там надо прибегать и стучать по двери еще. Тебя нашли, ты должен бежать и стучать по двери. Если ты успел постучать по двери, тебя типа не нашли. Мы не так играли. А мы так играли. Типа просто надо было еще догнать человека? Нет, не надо было. А по какой двери надо стучать? У подъезда какого-нибудь. И на самом деле самая моя любимая игра, это была прятки, потому что бегать я быстро не умею. И когда были догонялки, все меня быстро догоняли. Поэтому, ну вот это мои самые такие вот игры детства, когда во двор даже, двор проходишь родной, вспоминаешь вот эту ностальгию по детству. Войнушка, находили палки, представляли, что это какое-то оружие. Вот пил, пил, пал, пал. Дочки матери. Мы распределяли роли, и, значит, у нас были настоящие семейные ценности, традиции семейные, семейный очаг, домашний гриль. В резиночку, пепси, резиночки. Так, резиночки. Там в чем была суть-то этой игры? Ну, девочки стоят, натягивают резиночки от трусов. Так, и через них прыгают? Да. Вот. Резиночка, там что делаешь? Там? Надо прыгать в фигуры, наступать на резинку, и прыгнуть, чтобы попасть в середину. А пепси, это когда ты кидаешь человеку мяч, и называешь ему смешное имя, там придумаешь ему жизнь. А если кидаешь пепси, то он может назвать свое, какое он захочет ответ на вопрос. В демонов играли. Это что-то типа догонялок. Надо было... Один Галя заражает остальных, и все друг с другом бегают. Двенадцать палочек. Так. Ставили огромный кирпич на него, на деревяшку, и складывали двенадцать палочек. Подкидывали, и кто поймает больше, тот и победил. Слепая курица. Это что такое? Ну, это когда человек закрывает глаза, стоит, считает у дерева, а потом ищет на ощупь, на улице людей. Казаки-разбойники. Так. Стандартная схема, это делятся на казаков, на разбойников, и догоняют друг друга, пытаются выдать место, где мы расположились. Там бежишь, рисуешь стрелочку, за тобой человек бежит, перечеркивает эту стрелочку, я не помню, как это называется. Я не помню такое. Может быть, это типа как-то кирпич? Да, да, да. Парни у нас играли квадрат. А в лунки еще мячик загонять, тоже какая-то игра. В лунки ничего не загоняло. Так выкапываешь и кидаешь мячик, он там что-то... Секретики мы еще делали. А как вы секретики делали? Отживачек вкладыши под стекло и закапывали в песок. Еще игра была, я не знаю, как она называется, но суть ее в том, что там нужно плевать, и чем дальше ты плюешь, тем больше ты шагов сделаешь. Это так... Короче, монополия типа своего рода была. И там какие-то были свои правила. Блин, я их не помню, честно. Мы-то вообще постоянно во дворе играли. Футбол гоняли. По деревьям вылазили? Домики строили. А что это домики, где вы их строили? В деревьях, на деревьях. Очень классно зимой было строить. Именно вот. Очень много было снега на Урале. И да, вот прямо бабушка там давала нам какие-то картонки, еще что-то. Там прям целые ходы, там дома строили. Потом в Мурманск когда уехали, а там снега нет. Там вечная мерзлота. И мы приехали, а в третьем классе... Во что играть? Ветрище, холодище, снега вот столько. В городки играли, в хоккей играли, во дворе, на корте. Что еще? Ну, летом в футбол играли. Когда сетка была, пионербол играли, в волейбол играли. Компьютерные игры. Рапунцель? Шрек. Шрек. Майнкрафт. Майнкрафт. Суперкорова. Одевалки всякие, ну это девчачьи. Там, можно сказать, девушка. И есть на выбор всякие наряды. Нужно ей подобрать стиль. Можно выбрать цвет волос, макияж и так далее. Контра 1,6. Сто процентов. Это единственная игра была у меня на компьютере. Ну и в принципе все. Ну, черепашки нельзя еще были. Такие старые, с картонной графикой. Не помню, какая там, как она конкретно называется и все. Может быть компьютерные какие-то? Нет, во дворе проходила детство. Вот у меня игра тайны фигур. Вообще для меня главной тайной является тайна моей собственной фигуры, за которую я борюсь всю жизнь. Но в целом такие интеллектуальные игры очень помогают сохранять разум и развиваться. Между прочим, не менее интересные, забавные и познавательные игры предлагают мои коллеги из Easy Russian, которые делают для вас специальные упражнения. Учите русский язык вместе с нами. Становитесь умнее, ярче и интереснее. Вот сейчас у современных детей какие игры популярны? Только компьютерные. Counter-Strike, Dota, Lineage. Вы не пробовали? Я не пробовал, но я его у сына видел. Я не пробовал. Я сам пробовал Call of Duty. Естественно, это все компьютерные игры. Roblox, Minecraft, самые такие популярные игры. DTS. Counter-Strike. Знаете, у меня есть Маша и сестра, ей 11 лет, и у них из игр реально какой-нибудь Roblox и что-нибудь еще на телефоне. А так нет, дочки матери максимум, если девочки, и все. Roblox, Bravo Stars, TikTok, тоже игра. Дота какая-нибудь, Dota 2, стенд-офф. Стенд-офф, Fortnite тоже. А вот не компьютерные, не связанные? А дети, мне кажется, перестали играть прям в такие какие-то игры на улице. Те легко занять. Им можно дать планшет, и вот пусть они занимаются чем-то, сами не донимают родителей, пусть сами играют. В общем, мне кажется, в этом проблема. Ну, также остались прятки, те же самые. Игра вирус есть. Есть. Это что такое? А это наподобие тех же ляпок, только когда кого-то загалишь, он также становится ляпой. И вот нужно остальных попробовать заляпать. И во что они сейчас играют? Ну, в догонялки точно играют, в фанты играют, в крокодил, в аляс, в монополии. Это потом расскажу. Мы стольные. Ну, да. Они в основном сидят просто на лавочках и потерятся, так скажу. Нет, накатаются, велосипеды, самокаты. А ну, на самокатах, да, на велосипедах. Ну, уже мало осталось. Ну, у меня тоже коньки раньше очень много было. Сейчас они практически ничем таким не занимаются. Ну, в компьютер играют больше, уже не на улице, как бы, не во дворе с детьми больше, а в компьютерные игры играют. Ну, наверное, GTA V, Need for Speed и Minecraft. Motor Depot, Model 2, Fair Legends. У меня их много. У меня, ну, Brawl Stars. Ну, это сейчас прям в основном все играют. Ну, GTA V, FIFA, которая Mobile, FK24 и на приставке. Давайте UFC, пятая. Что еще даже назвать? Я кучу игр играл. Ну, давайте Uno. Так. Карты там разные. Monopoly. О, это настольные. Да, да. Так. А, ну, крокодил еще играю. Крокодильчиков, которые... Угадай живот, угадай. Типа, покажи и пусть угадают. Как-то без слов. Это такая театральная немножко, да? Ну, да. Надо изобразить. Да. Так, а если некомпьютерные? Я не играю в некомпьютерные. Почему, как вам кажется, вообще важно играть в игры? Это в обществе прямо род деятельности. Ну, да, это же познание все-таки. Тут очень важный процесс социализации для ребенка. Ну, это развивает воображение и дополнительные способности. Даже, допустим, те же ваши баллы. Это скорость, ловкость. Ну, это все полезно. Да, и для здоровья на свежем воздухе игры всегда полезны были. Учат коммуницировать между собой, договариваться как-то, решать конфликты. Ну, кстати, компьютерные игры могут помочь в развитии английского языка. Потому что многие написаны на английском языке, на русский не переводятся, и приходится приспосабливаться. Ну, это общение, это развитие. Да, вот те дети, с которыми я общалась, мы как-то до сих пор вот всех помним. Как-то с кем-то пытаемся тоже общаться. Муж вот у меня в садик вместе ходили. Пока на работу не ходят, пусть играют. Нет, это же развивает навыки. Я бы тоже играла, если бы на работу не ходила. Умственные, физические способности развивают. Может, компьютерные тоже что-то развивают, но это вряд ли. Поль, сами только быстро шевелить. Творовые все-таки лучше. Или настольные игры. Да, конечно, либо они там между собой общаются, либо он в компьютере сидит. Они тоже общаются. Они созваниваются и играют в игры. Иди туда, прячься сюда. А, у меня убил. Все, беги там, спасай меня. То есть они тоже общаются. Но это такая вообще глупая игра происходит. Ну, мы считаем, взрослые, что они не полезны. Это они считают, так сказать, отмазываясь, что там они развивают все там, логику да что-то. Но на самом деле я не вижу, чтобы что-то это было. Так что компьютерные игры – это пагубно все-таки. Для маленьких, допустим, детей это развивает мерку, моторику рук, мышление. Ну, если говорить прям совсем маленьких детей. Некоторые игры развивают мелкую моторику. Это развлечение. Можно там играть с друзьями. Можно создавать секретные комнаты в играх некоторых. Благодаря играм мы можем познавать то, чего мы не знали. То есть, например, если мы берем компьютерные игры, то есть мы можем узнать какую-то инновацию, о которой мы не знали. То есть, ну там, если какая-то произошла, грубо говоря, технология, мы об этом узнали. Да и плюс просто развлечение. Почему вообще важно играть в игры? Коммуникабельность развивает между этими. Они учатся общаться и разговаривают друг с другом. Ну, знаете, я маленько из другой школы игр. Так, так, так. Я из школы игр, где контра, дота и все такое, я считаю, игры закаляют. Вот они реально готовят ребенка к унижениям и так далее. То есть, ну, реально, когда ты поиграл там 300 часов в контру, вот тебе уже потом пофигу на какого-нибудь одноклассника, который обзовет тебя как-нибудь. Ну, ты не такое слышал. Этот выпуск мы приурочили ко дню защиты детей. Некоторые из нас так и на всю жизнь остаются детьми. Ну, как я, например. Некоторые становятся взрослыми и серьезными. Но я абсолютно убежден, что в игры полезно играть всем. А в какие игры любите или любили в детстве играть вы? Пишите нам в комментариях. Мы очень ценим вашу обратную связь. Также становитесь нашими платными подписчиками и поддерживайте нас. Ну, и в том числе получайте доступ к куче замечательных дополнительных материалов. Увидимся с вами за играми. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok